Продолжение следует... 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 И для чего, зачем они нужны, мы поговорим несколько позже. А дальше все в нашем случае, по крайней мере, в случае той темы, о которой мы будем вести речь. Все это дело начинается и началось очень давно с открытия рентгеновских лучей. Это произошло более ста лет назад. Недавно мы праздновали, не мы, а весь мир праздновал, столетие с открытия рентгеновских лучей. Первая Нобелевская премия по физике была присуждена за это открытие. И на самом деле, открытие рентгеновских лучей является, наверное, одним из наиболее полагающих в науке, не в физике, не в химии, а в науке в целом. Потому как открытие рентгеновских лучей привнесло огромный вклад в самые разнообразные области человеческой деятельности, связанные как с медициной, так с диагностикой, как с физикой, так и с химией. Об этом мы будем говорить дальше. И здесь нужно дать некую определенную характеристику рентгеновских лучей. Это электромагнитное излучение, находящееся в определенном диапазоне энергии. Если мы оперируем на языке квантово-волнового дуализма, то есть в определенном диапазоне энергии квантов, либо в определенном диапазоне длин волн электромагнитного излучения. Этот диапазон приведен здесь на слайде. И в целом, очень рамочно, приведены такие большие области существования, характерные для применения рентгеновских лучей, начиная от рентгеновской кристаллографии, изучения атомного строения кристаллов, до медицинских приложений, вплоть до технологий безопасности, потому что, я думаю, что все из нас проходили рамки в аэропортах, где нас проверяли на наличие всяких вредоносных вещей. В целом, если оперировать научными понятиями, то спектр рентгеновского излучения представляет собой две характерные области. Это спектр тормозного излучения материала рентгеновской трубки, достаточно низкий по своей интенсивности, и характеристический спектр, который является характеристикой того материала, который у нас производит этот спектр. Мы не будем на этом останавливаться, но в лабораторной практике именно это излучение, как правило, используется для наиболее точного, высокоточного, как мы сейчас говорим, анализа материалов. Вторая часть названия, значит, вот этой презентации, которая звучит как функциональные материалы, и почему они функциональные, я думаю, что она будет ясна по мере моего представления. В основном же, ну, о функциональных материалах написано достаточно много, на мой взгляд, несколько больше, если мы сравниваем с установками мегакласса, и это можно все найти и в сети, и в научных публикациях. И я думаю, что по мере, значит, представления это станет ясно. Значит, если мы говорим о лабораторных каких-то экспериментах, то ядром экспериментов с рентгеновским излучением является источник этого излучения. Это рентгеновская трубка, вот здесь она приведена в таком виде достаточно древнем, более ста лет назад. Современные рентгеновские трубки для аппаратов, они имеют гораздо более сложную конструкцию, но почему мы говорим о рентгеновском излучении в плане применения к различным материалам? Здесь очень просто, здесь очень просто, это становится ясным из вот этой картинки. Почему мы не можем обратно попасть? Вот здесь. Если мы посмотрим на диапазон длин волн, то рентгеновское излучение находится в диапазоне десятков нанометров до доли ангстрем. И если мы вспомним, каковы размеры атомов, из которых у нас состоят различные материалы, наноматериалы любого класса, обычные материалы, материалы для электроники, электронная компонентная база или что бы это ни было, то атом есть атомный, и у атома есть фиксированный размер. И для того, чтобы мы провели точную диагностику того или иного материала, узнали, из чего этот материал состоит, каковы особенности этого строения, строения атомного, то, как эти атомы располагаются в веществе, как они друг друга окружают, есть ли порядок в их расположении, и это кристаллическое тело, есть ли там беспорядок, и какова степень этого беспорядка. То мы можем предсказать и даже оптимизировать и улучшить свойства тех материалов, которые мы используем. Причем в данном случае инструментом для анализа является рентгеновское излучение, и размерный фактор, грубо говоря, размер этого инструмента составляет тот же размер, что и размер объектов, которые мы изучаем, иначе говоря, атомов. И именно при таком сочетании в науке, когда у нас размер инструмента, размерный фактор инструмента сопоставим с размером объекта, который мы изучаем, или с масштабом физических явлений, которые мы изучаем, в этом случае мы можем получить наиболее точные, или, как опять-таки мы говорим, высокоточные данные. И именно здесь применение рентгеновских лучей нашло огромную перспективу. Здесь приведено схематическое изображение составных частей современного рентгеновского спектрометра, лабораторного. Я специально здесь привожу эту картинку, потому что вот эта часть, источник излучения, при помощи которого мы проводим измерения, и анализатор, который у нас регистрирует эти данные, которые мы изучаем, они достаточно компактны. И принцип в генерации излучения и в его использовании для анализа, собственно, реализуется в данном приборе. И здесь, опять-таки, вот такого класса приборов, он умещается в лаборатории, это лабораторный прибор, они доступны. Однако, у лабораторных источников есть некое определенное ограничение. Вот здесь фотография такого живого, реально существующего прибора, и они бывают однокамерные, многокамерные, то есть, где каждая из камер, каждая из составных частей прибора отвечает за тот или иной метод использования рентгеновского излучения. Но вот на этой такой схемке видно, что мы в качестве объекта изучения используем атом и рентгеновское излучение для достаточно большого по своим размерам детектора, при помощи которого мы измеряем те или иные свойства. Они существуют очень разнообразные, и свойства, и приборы, лабораторные приборы для спектроскопии рентгеновских лучей, для изучения тех или иных характеристик материала, в том числе и наноматериала, об этом чуть позже. Но есть определенные ограничения. И эти ограничения в лабораторном случае связаны, во-первых, с фиксированной энергией. Мы не можем в рамках одного эксперимента в условиях лаборатории, если мы применяем рентгенов для изучения материалов, мы не можем менять длину волны. Это связано с конструкцией рентгеновской трубки. Это очень большое ограничение. Второе ограничение – это то, что чем более точным мы хотим провести эксперимент, тем более точным мы должны выбрать длину волны, даже в рамках одного материала, который используется для конструкции рентгеновской трубки. И это накладывает свои ограничения. Мы не можем варьировать энергию, мы не можем варьировать длину волны. А, соответственно, мы не можем получать более полную ответную характеристику от материала, который мы изучаем. Ну и, конечно, есть ограничения по интенсивности. А это в науке известно. Чем более интенсивен сигнал, которым мы воздействуем на тот или иной материал для его изучения, тем более точные данные, тем более широкий набор точных данных мы можем получать. И следующим шагом, который возник примерно на 50 лет позже, чем открытие рентгеновских лучей, это открытие, надо сказать, произошло в определенном смысле случайно и экспериментально. Вильгельм Конрад Рентген открыл эти излучения, экспериментируя с источником в лабораторных условиях. То излучение, которое мы называем синхротроном, оно было предсказано, предсказано изначально, и оно снимает многие ограничения. Давайте мы с вами посмотрим, в чем смысл уже масштабной установки. Почему она масштабная? Я думаю, что станет ясно по мере изложения. Значит, синхротронное излучение и прибор для генерации синхротронного излучения, который относится к установкам масштабным, к установкам Мегасайенс, называется синхротрон. Это один из видов установок Мегасайенс, используемых для науки Мегасайенс. Вот мы о нем сегодня, о них и об их применении будем говорить. Конструктивно он состоит из нескольких основных частей. В первую очередь, это источник заряженных частиц, и дальше мы будем говорить об электронах. Это наиболее распространенный случай именно в приложении к диагностике материалов и наноматериалов. Далее, после того, как у нас из источника эти электроны ускоряются при помощи линейного ускорителя, они, как правило, попадают в так называемый через канал соответствующей подачи, они попадают в первичное кольцо, которое называется синхротрон-бустер, и раскручиваются путем увеличения энергии, которую мы придаем этим электронам, для того, чтобы их скорость движения достигла релятивистской или субрелятивистской, то есть близкой скорости света, то есть очень высокоэнергетичный электрон. Или, как правило, в современных источниках это целый пучок электронов, так устроена физика синхротронного излучения. Далее они попадают в основное кольцо, здесь вот они у нас начали двигаться по кругу, вот эти вот маленькие точки, это сгустки электронов схематически, что происходит при вот таком круговом движении. В целом мы их можем разделить, это движение на прямолинейные участки, где у нас сохраняется энергия электронного пучка, а при подключении магнитного поля на соответствующих устройствах, сделанных на магнитах, специально разработанных, у нас происходит искривление траектории движения электронов. При искривлении траектории энергия несколько потеряется, и избыток этой энергии излучается в виде излучения, в виде квантов, и попадает в так называемые каналы вывода синхротронного излучения, вот они магниты вот эти, они называются поворотными, потому что они разворачивают траекторию движения электрона, и излучение это попадает в так называемые каналы вывода, которыми, собственно, ученые пользуются для решения тех или иных задач, связанных с диагностикой материала. Их существует несколько видов. Есть поворотный магнит или диполь, когда за счет полярности магнитного поля у нас, собственно, изменение траектории происходит. Существуют более мощные установки, они позволяют многократно в пределах достаточно малого объема изменить траекторию и получить еще большую интенсивность в излучении. Об этой интенсивности мы тоже через какое-то время проговорим, но именно это излучение и используется для решения различного рода диагностических задач. Задач экспериментальных, когда в рамках прямого эксперимента, прямого измерения, мы можем померить очень точно, очень сложные и тонкие характеристики материалов, тем более наноматериалов. Ну и об этом опять-таки мы будем разговаривать. Порт – это тот фактически отверстие в этой трубке, потому что все это происходит в вакууме, иначе говоря, мы будем терять энергию пучков электронов при их рассеянии на атомах и молекулах в атмосфере. Из этого порта излучение попадает в каналы вывода, здесь это показано на анимации, и доводится до пользовательских станций. Они также схематически обозначены. Значит, канал вывода по-английски называется «бимлайн». Это проще, чем канал вывода, проще говорить «бимлайн». И учитывая интернационализацию этой науки, учитывая тот факт, что большие установки, это, как правило, крупные установки международного плана использования, конечно же, очень часто применяется английская терминология, поэтому здесь она нас будет преследовать постоянно. Ну а в станции исследовательской, там, как правило, собственно, и установлен спектрометр, который такой же, как лабораторный, может быть, иногда чуть больше, может быть, иногда чуть меньше. А сама установка нам нужна для получения вот этого интенсивного излучения. Вот здесь в качестве примера приведен синхротрон «Спринг-8» в Уосаке, в Японии. Он построен вокруг горы, потому что для того, чтобы получить необходимое количество станций, все это очень дорого, весь этот эксперимент очень дорогой, необходимы достаточно большие человеческие, организационные, энергетические затраты и так далее. Поэтому, конечно же, проще и эффективнее все это реализовать в рамках вот таких больших установок. Ну, это один из наиболее известных синхротронов, существующих на сегодняшний день. Всего их в мире около 40. У нас в стране их два, и они успешно функционируют, о них я тоже упомяну. И вот теперь давайте мы проговорим про синхротронное излучение. Оно находится в диапазоне энергии частиц или квантов, или в диапазоне длин волн, гораздо шире, гораздо более широкой, чем диапазон, допустим, рентгеновского излучения. То есть у нас более широкий инструментарий для более разнообразных экспериментов, которые мы могли бы проводить. Здесь, опять-таки, вот все это дело схематически показано. Вот они, сгустки электронов, показано их направление, показан поворотный магнит или вставное устройство более мощное, и то, каким образом синхротронное излучение оттуда выходит. А вот его диапазон в общей шкале электромагнитных колебаний. Значит, вот для примера, вот это диапазон видимого излучения, вот это диапазон рентгеновского излучения, вплоть до гамма, а вот это диапазон синхротронного излучения, который простирается от инфракрасной области через видимую область излучения, достаточно узкую, через ультрафиолетовое излучение, и рентгеновское, вплоть до энергии гамма-квантов. То есть гораздо более протяженный спектр и гораздо больше набор экспериментов, которые можно проводить в рамках одной установки мега-класса. Для сопоставления здесь приведены размеры объектов, которые можно изучать. Вот это размер электрона. Это атом или малый кластер. Точнее, это набор малых частиц элементарных, а вот здесь находится у нас размер атома. Это размер молекулы, а вот это размер клетки. То есть у нас длина волны в целом сопоставима с теми частицами, свойства которых мы изучаем либо в совокупности, когда они у нас объединены в твердое тело, либо в различных других аспектах. Свойства образно представлены также здесь. Это очень высокая яркость, это протяженность спектра. За счет физики этого излучения оно, естественно, коллимировано, то есть оно строго направлено в том направлении, которое мы выбираем для эксперимента. Нам не нужно его собирать в пучок, потому что если мы собираем излучение в пучок, мы теряем его интенсивность за счет того, что мы ставим определенные препятствия, через которые будет проходить, допустим, излучение рентгеновской трубки. Ну и есть еще два свойства, крайне важных для экспериментов, если успеем, я сегодня еще это покажу. Это поляризация этого излучения, естественная поляризация или искусственная, и его естественно импульсный характер, потому что эти электроны на самом деле с определенной периодичностью. Эти сгустки электронов, хоть и со скоростью близкой к скорости света, проходят через участки искривления траектории и происходит генерация, собственно говоря, самого излучения. Здесь я привел три поколения синхротронных центров, которые сейчас выделены и могут быть структурированы. Значит, первое из них, первое поколение, это синхротронные центры, которые были построены изначально для решения задач, связанных с физикой элементарных частиц. И лишь потом, опираясь на теоретические предсказания, было показано, что получаемое синхротронное излучение может быть использовано для исследования материалов. Второй вид этого излучения, это излучение синхротронное, основанное на применении дипольных магнитов, но мы выделяем их уже отдельно, потому что эти синхротронные источники второго поколения строились уже изначально и конструктивно. Для них позволяют получить гораздо более интенсивное излучение и проводить более точные эксперименты. Ну, я думаю, что я смогу проиллюстрировать. Почему у нас опять не листается? Спасибо. Значит, вот если вам хорошо видно эту картинку, это один из первых источников синхротронного излучения, построенный в США. Я могу рассказать небольшую историю, он называется Тантаус. В начале 80-х годов в Советском Союзе, когда существовал железный занавес, специалистами нашими, российскими или советскими на тот момент, была выпущена одна из книг, это говорит об интернационализации науки даже тогда, при железном занавесе, в которых описывалось действие вот этой американской установки Тантаус для решения задач физики конденсированного состояния. И была упомянута ссылка на этот синхротронный источник, потому что именно на нем были проведены, как на синхротронном источнике, первые в мире эксперименты в области изучения физики твердого тела или физики конденсированного состояния. Ваш покорный слуга вместе с командой впоследствии на источнике второго поколения, фотография приведена здесь, и этот источник был построен на месте первого поколения Тантаус, уже проводили эксперименты сами, уже в России, начиная с 2006 года, мы около 10 лет работали на этом источнике. То есть мы неким таким образом были приобщены к такому историческому фактору. И очень неприятная история. В силу изменения в механизмах финансирования науки в Америке, в США, этот источник был закрыт. Были закрыты все источники второго поколения, так как они были признаны неэффективными по тем или иным причинам. Этот источник был закрыт последним, и университет Висконсин Мэдисон, на базе которого был создан и первый ускоритель Тантаус, и потом модернизированный второй, который назывался SRC, значит, Synchrotron Radiation Center, работал буквально, это был последний источник второго поколения, отдельно с Уфи-Стургой, который все же в 2013 году был закрыт. Наша группа была одна из последних, которые там проводили эксперименты. И, если честно, более десятка диссертаций кандидатских было выполнено вот на этом источнике в рамках нашего международного сотрудничества. Источник третьего поколения гораздо более расширен, гораздо более разнообразен по оборудованию. Вы можете увидеть, это очень большой экспериментальный зал. Кстати говоря, вот здесь виден отдельный элемент кольца накопительного, а вот это каналы вывода синхротронового излучения, такие вот вакуумные трубочки, по которым излучение доходит до экспериментальной станции. На этой картинке есть загадка. Здесь кто-нибудь видит экспериментатора? А он там есть. Вот он. Это человек, который стоит около прибора и, видимо, выполняет какие-то операции. Один из сотрудников этого центра. Вот этот американский синхротрон в 80-х годах без обвеса, скажем так, без построенных экспериментальных станций, только голое кольцо выглядело вот так. Мы, конечно же, схематически изображаем это как кольцо. На самом деле, притяженные прямые участки, участки закругления траектории здесь видны. А это то, как выглядела эта установка после того, как она была наполнена оборудованием. Если честно, перемещаться очень тяжело. Ну и к вашим услугам доцент кафедры физики Твердого, проводящий эксперимент оборудования. И учитывая, что таких центров всего лишь десятки в мире, а научных групп тысячи, которым необходимо проводить эти эксперименты, эти эксперименты обычно проводятся в режиме 24 на 7. То есть центры по суточным, тем не менее. И зачастую расписание настолько плотное, что эксперименты идут по ночам, по дням, вне зависимости от этого. Здесь я специально эту фотографию привел для экспериментатора, который проводит эксперименты с табличкой. Сейчас, сейчас 30 минут. Так оно бывает всегда. Это выдержка из рекламного проспекта синхротрона в Германии, который называется BC2. Для того, чтобы хотя бы в принципе понять масштабы катастрофы, масштабы того, насколько сложные и насколько дорогостоящие эти эксперименты изначально, я хочу сказать, что по, по крайней мере, опубликованной информации, вот этот синхротрон был в 2001 году, в 2000 году запущен, в 2001 году там начали эксперименты в Берлине. У этого эксперимента нет какой-то организации, кому она принадлежит. Есть лишь партнеры, такие как ЮНЕСКО, такие как администрация округа Бранденбург, к которому относится Берлин. То есть это очень и очень большая энергозатрата, ну и, соответственно, конечно же, затраты материальные. На 2006 год вот здесь приведены научные области, в которых проводятся эксперименты, на одном отдельно взятом источнике установки мегакласса. Это рентгеновская оптика и физика, инфракрасная спектроскопия, рентгеновская микроскопия, микротехнология, ну, в последствии, нано, конечно же. Это физикокластеров, это резонансное рассеяние, быстрые рентгеновские эксперименты, источники излучения будущего, ну и так далее. И опять вот здесь мы привели шкалу. И для изучения именно в рентгеновской области мы возьмем только ее, потому что иначе мы не сможем охватить все в рамках одной вот такой лекции. Мы можем получать всю необходимую информацию о материалах, состоящих из атомов заданного сорта, более того, диагностировать, что за атомы. Как они друг с другом взаимодействуют. А о том, какова структура, какой тип проводимости, форма и, в общем-то, огромное количество различных экспериментов лишь в отдельной, небольшой части, выделенной из всего диапазона длингом, которые покрывают синхротронные излучения. Ну и, как я уже говорил, длинный волн сопоставим с наноструктурами, что, конечно же, активно используется. И далее, говоря о рентгеновском излучении, мы впервые вот здесь подчеркиваем тот факт, что, как правило, по крайней мере, о тех вещах, о которых я буду говорить, это излучение, эти эксперименты, они очень чувствительны к поверхности. Потому что в случае наноразмерных структур, и мы должны с вами понимать, что наноструктура – это любой объект, когда в одном из направлений у нас есть ограничение менее 100 нанометров по размеру. Как правило, все свойства такого рода объектов обусловлены поверхностью, поэтому нам нужны методы, чувствительные именно к самой поверхности объекта, а не к его объемным свойствам, как мы это называем, собственно говоря, и в физике, и в химии. Ну, еще усложним. Значит, это российско-германская лаборатория и канал вывода синхротронного излучения на мегаустановке БСИ-2 в Берлине. А это элементы рентгеноптической схемы. Вот здесь приведено расстояние. Все вот это вот части занимает около 30 метров. Бывает и больше, это 50 метров протяженность. Только каналы вывода синхротронного излучения. И показан ряд рентгеноптических элементов, которые доводят излучение от порта, я вам показывал, где находится порт, до образца, он находится здесь. Что касается разрешающей способности, говоря о прямом эксперименте, вы можете судить сами. Здесь дана картинка первого цвета, полученного в рамках реализации вот этого проекта российско-германская лаборатория на синхротроне БСИ-2 21 октября 2001 года. Я еще чуть позже об этом скажу. И спектральная, некая спектральная характеристика для газа, это гелий, с точностью до тысячных долей электрон-вольта. Можно проводить прямой эксперимент по определению ряда параметров газа. Такой точности не позволит вам получить фактически ни одна современная установка, существующая в лаборатории. Исключительно за счет интенсивности. Теперь немножечко удалимся от этого и поговорим про наноматериалы и почему нам здесь все это нужно. Основным, одним из наиболее фундаментальных свойств любого материала является его энергетический спектр. И в физике известно, что для отдельного атома этот спектр линей 4, то есть мы выделяем отдельное состояние, на котором существует электрон. При объединении в объемный материал, вот здесь показана схема полупроводника, у нас есть валентная зона, у нас есть зона проводимости, запрещенная зона. И знание о том, как это все реализуется в материале, позволяет нам не только объяснить его свойства, но и изменить, оптимизировать, найти пути для того, чтобы мы могли улучшить этот материал для применения, начиная от науки и кончая, в общем-то, практики серьезной. Вы можете увидеть свои сотовые электроны, а это и есть результат изучения материала. Прямой результат. Если же мы говорим о малом материале, вот здесь приведена квантовая точка, то спектр в этом материале может быть квазилиниичным. Ну, вот эта схемка, она несколько более сложна. Здесь переводятся данные по плотности состояния в энергетических зонах, и эта характеристика является одной из основополагающих. Я попробую это проиллюстрировать дальше более простым примером. Значит, что касается рентгеновского спектра или рентгеновского фотоэлектронного спектра, вот тонкая структура этого спектра, она нам и позволяет увидеть энергетическую диаграмму материала. Зная эту диаграмму, мы можем и изучать материал, и его предсказывать. Здесь показаны два подхода, которые реализуются у нас в рамках деятельности нашей группы Воронежского университета. Это спектроскопия поглощения и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Этот пример несколько проще, потому что каждый из этих пиков есть спектр ростовного уровня и соответствующие состояния с заданной химической связью. Мы можем точно сказать, что за химическая связь, какой тип этой химической связи, и, соответственно, что за материал, что он собой представляет, когда мы синтезируем наноматериал, либо каким-то образом его модифицируем для решения технических или технологических задач. Это дело мы пропустим и оставимся вот здесь. Это очень характерная такая информация. Значит, в начале 70-х годов прошлого века и в конце 60-х были опубликованы первые спектры поглощения рентгеновского для кремния. Это был бум полупроводниковой технологии. Кремний изучался, он изучается и до сих пор, он безграничен. Это основной материал для электронных приложений сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем по причине многих-многих факторов. Пока мы о них говорить не будем, это тема, наверное, для отдельной лекции. Но вот экспериментальные спектры с соответствующими особенностями. У нас в университете есть спектрометр, рентгеновский спектрометр, который используется для решения нескольких других задач. Но если не изменить его оптику, в принципе, похожий спектр поглощения рентгеновских лучей мы можем измерять здесь, в университете. И вот давайте сравним разрешающую способность. Вот это синхротронный эксперимент 66-го года, сделанный профессором Фредериком Брауном на том самом синхротроне, который я показывал. А вот это аналогичный эксперимент, сделанный у нас на спектрометре в университете, когда я учился в магистратуре. Мы здесь не видим фактически никаких особенностей, и с этим работать сложно. Однако, по иллюстрации, по прошествии 26 лет после Фреда Брауна, мы в лабораторных условиях что-то похожее регистрировали. Ну и чуть-чуть мы опять сместимся. Говоря об истории такого рода исследований здесь, в университете, с 2002 года мы реализовали более 20 научных проектов на установках мегакласса. В основном двух, но не исключая остальные. Это Гельмгольцентр Берлин и синхротрон БС-2. И это синхротрон в Штатах. До 2013 года мы там очень активно работали. До осени 2013 года, когда он был закрыт. Это синхротрон второго поколения, это синхротрон третьего поколения. А все дело началось с Елены Павловны Домашевской, известной вам, которая принимала участие и в инициативе создания российско-германской лаборатории, участвовала на ее открытии. А Воронежский университет является одной из организаций, входящих в российско-германскую лабораторию, синхротрон на БС-2, который был запущен в 2002 году, и мы там начали эксперименты. В 2001 году Елена Павловна участвовала в открытии. Сейчас уже более 15 лет это дело работает. А по прошествии четырех лет кафедра физики твердого тела Воронежского университета была переименована в кафедру физики твердого тела и наноструктуры, потому что мы должны быть актуальными в современных исследованиях. Ну и вот слайд с нашей кафедрой. Я не мог его не привести. Жерас Иванович ушел от нас некоторое время назад. Это очень жаль. Значит, вот это такая историческая фотография. Значит, вот я нахожусь здесь, а наша группа в этот момент выполняет активно исследования на синхроне в США. Значит, это у нас ноябрь 2007 года, когда Жерас Иванович посещал Воронеж. Вернемся к этой картинке. Значит, вот это у нас синхротрон 1966 года. Это лаборатория. А это современные синхротронные спектры. Тех же самых материалов. Это кристаллические аморфы кремни, покрытые естественным оксидом. Посмотрите, как точно мы можем определить некую такую специфику в спектре поглощения и, соответственно, в электронном спектре, в электронно-энергетическом спектре материала. И это очень сильно, причем без разрушения, позволяет различного рода структуры диагностировать, исследовать и изучать. Дальше я уже понемножечку буду приводить примеры такого рода изучения. Мы это дело тоже пропустим. Не будем на этом останавливаться. И вот, собственно, одна из иллюстраций этого исследования. И прежде чем я расскажу, давайте поговорим о том, какие материалы мы можем называть функциональными. Материал есть, вот материал. Он есть всегда. Мы сидим на материале, мы едим материал. Это твердое тело. Это некие объекты, которые существуют. Но когда мы берем этот материал, заданный, мы окружены этими материалами и начинаем его использовать. Использовать какое-то его свойство или эксплуатировать какую-то функцию этого материала для достижения наших целей, например, полупроводящие свойства у кремния. МН-переход, диод на основе кремния или транзистор. Например, светоизлучающие свойства ассенита галлия или каких-либо еще материалов. Тогда этот материал становится функциональным, когда мы реализуем его свойства для достижения потребностей человека. Тогда мы говорим о функционализации этого материала, о том, что мы используем его функцию. Еще один пример – это могут быть, допустим, такие материалы, которые называются оксиды олова для газовой сенсорики, которые в тысячи раз чувствительнее самого чувствительного, извините за тавтологию, природного сенсора собачьего носа. То есть мы можем почувствовать газ в атмосфере, мы можем детектировать дыхание диабетика на ранней стадии и упреждать его, как один из примеров. И таких примеров много. В данном случае речь идет о кремнии. На подложке кремния была сформирована такая многослойная структура. Два нанометра слоя кремния и два нанометра слоя другого материала, который ограничивает рост слоя кремния. Для чего нам нужно это ограничение? Для того, чтобы получить частицы кремния очень малого размера – 2, 3, 5 нанометров. Все дело в том, что кремний, будучи основным материалом электроники, не может использоваться для решения оптических задач и оптоэлектронных задач в видимом спектре, для оптической передачи информации, потому что его энергетический спектр так устроен. Но если мы начнем формировать из кремния нанообъекты и наноматериалы малой размерности, то реализация излучательных свойств становится возможным экспериментально. Нам лишь нужно понять, получились у нас наночастицы малого размера или нет. А если они получились, то являются ли они кластерами, то есть неупорядоченными в расположении атомов внутри, или кристаллами, когда атомы расположены упорядоченно внутри маленькой частички размером в единицы, может быть, десятки нанометров. Как это сделать, если структура состоит из очень малых слоев? Не всегда получается использовать микроскоп, потому что структура закрыта сверху, чтобы она не деградировала в лабораторных условиях, не окислялась, не разрушалась, не изменялась. Чтобы посмотреть в микроскопе, мы должны ее поломать и разрушить. А обратно мы ее уже не склеим, как говорили в том фильме. Это уже очень тяжело. Поэтому нам нужны проникающие методы в поверхность, которые без разрушения могли бы нам дать ответ на этот вопрос. И вот здесь использование функционала мегаустановок как раз-таки нам помогло это сделать. Очень маленькая особенность в спектре, вот она здесь выделена, позволила нам дать ответ на вопрос, являются ли формируемые вот такие вот структурки схематические в рамках 2-3-5 нанометрового слоя кремния, являются ли они кристаллами? И мы дали ответ на этот вопрос, мы показали вот на вот этой особенности, что да, потому что такая особенность является свойственной только для кристаллического кремния. И в каких-то случаях это работает, в каких-то нет, мы это экспериментально продемонстрировали. Это мы, я думаю, пропустим. Еще один способ функционализации материала. Когда у нас в полупроводниковом материале, опять-таки, допустим, на основе того же самого кремния, существует распределение магнитных частиц, обладающих магнитными свойствами. В данном случае это такие столбики металлического никеля, а никель является магнитным материалом. На основе таких структур можно делать датчики, сенсоры, различные другие приборы, основанные именно на магнитных свойствах материала. Но каким образом взаимодействует этот материал с матрицей, в которую мы внедряем никель, мы сказать не можем. Микроскопа нам не хватает, мы можем едва-едва различить эти частиц. Чтобы получить более точные данные, нам опять-таки их нужно разрешать. Вот в рамках единого эксперимента, такие вот непонятные кривулины, каждая из пиков, на которых говорит нам о тех или иных характеристиках, показали нам, в каком случае у нас получается хорошо сформировать массивы этих магнитных частей, а в каком случае они у нас начинают взаимодействовать с окружающей матрицей. И те технологические подходы, которые мы реализуем для образования вот таких структур, они не работают. И у нас структура не получается магнитной. То есть материал не будет функциональным. Мы не сможем реализовать его свойства. В лабораторных условиях такие эксперименты недостижимы в принципе. Немножечко мы это дело пропустим. И приведем здесь реально существующую установку в российско-германской лаборатории для другого функционального материала, который мы использовали. Этот функциональный материал, те самые оксиды олова, которые можно использовать для задач газовой сенсорики. У нас в университете мы научились выращивать вот такие вот нитевидные кристаллы. Я не знаю, насколько видно. 20 нанометров может достигать диаметр одной ниточки. И это ниточка монокристаллическая. И опять-таки в условиях лабораторного эксперимента сложных или простых установок мы можем их увидеть, мы можем их разглядеть. Даже более того, при помощи очень мощного просвечивающего электронного микроскопа мы можем разглядеть отдельные атомы. К сожалению, не видно это, видимо, на слайде. Но здесь видны отдельные атомные ряды. Другое дело, а можем ли мы установить специфику поверхности, насколько она чиста. Потому что именно поверхность очень развитая. Ее гораздо больше количественна по сравнению с объемом. Можем ли мы изучать эту поверхность? Мы при помощи двух синхротронных центров, я пропущу эти тревые, неинтересно, я покажу лишь итог. Смогли впервые, это значит вот синхротрон в Берлине, который я показал, а это синхротрон в Японии. Они работают в разных энергетических областях, то есть выполняя эксперимент без разрушения вот этих структур, а мы их обратно собрать не сможем. Мы могли посмотреть и поверхность, зондировать при помощи рентгеновских лучей синхротронных, и объем, это уже в Японии. Мы смогли установить экспериментально одни из первых в мире такую точную характеристику материала, как энергия связи. И как эта энергия связи выглядит, какая она в этих наноструктурах. Потому что если мы знаем, какова энергия связи, мы знаем, что это за материал. Если мы знаем, что это за материал, мы можем сказать, нужно ли нам как-то оптимизировать технологию получения этого материала. Или как-то в дальнейшем образом обработать эти интевидные кристаллы, для того, чтобы они были стабильны, не разрушались и давали нам нужные свойства в эксперименте. Это вот эта полоса. Не буду я останавливаться на объяснении этого дела, но в итоге изучение вот этих вот всяких таких вот кривых экспериментальных, полученных на синхротроне, привело к тому, что сейчас мы это дело пролистаем, при двух контактах, нанесенных на поверхность, к отдельной нити, вот эта отдельно взятая нить, сфотографирована на электронном микроскопе в Испании, и эту нить мы смогли описать экспериментально, ее атомное строение и электронный спектр, мы смогли для отдельно взятой ниточки промерить сенсорные свойства тем или иным газом и показать то, что мы на одной нити можем делать газовый сенсор. А одна нить, напомню, в длину несколько микрон, а в диаметре может достигать 10, 20, 30 нанометров. Ну а некоторый прототип устройства вот тут иллюстративно нарисовано. На одной отдельно взятой ниточке без синхронных экспериментов мы не могли бы ее описать. Так точно. Отдельно взятую нить. Я немножко буду завершать, наверное. Казалось бы, спектры рентгеновские, спектры фотоэлектронные, какие-то спектральные характеристики, они о чем-то говорят. Но если мы посмотрим на это более наглядно, всегда бы хотелось, говоря о наноматериалах, взять отдельную наночастицу, не где-то распределенную, не куда-то интегрированную, не где-то смешанную еще с какими-то другими объектами, а взять отдельную наночастицу и посмотреть экспериментально, а каков же ее отдельный спектр. Это очень сложно, потому что она маленькая. Длина этой волны у нас совпадает с размером атома. Но где же мы найдем спектрометр, сопоставимый с этой наночастицей, как мы сможем ее выделить? С другой стороны, существует микроскопический подход. Микроскоп электронный, когда мы можем в микроскоп разглядеть эту наночастицу, увидеть ее глазами, увидеть, какой она формы, насколько резкая граница между наночастицей и окружающей средой. Если бы удалось совместить... Если бы удалось совместить подход микроскопический, когда мы в микроскоп можем разглядеть отдельную наночастицу, вот они, и от этой частицы промерить электронный спектр, мы могли бы очень точно проводить исследования отдельно взятых частиц. Но для этого нужна хорошая статистика в измеряемом эксперименте, а значит, очень интенсивное излучение. И здесь мы возвращаемся опять к свойствам излучения вот этих установок в Мегасайенс. Можно мерить и другие характеристики, я сейчас это продемонстрирую. Значит, вот два года назад на крупнейшей конференции по анализу поверхности и границ раздела для вот такого метода, который совмещает в рамках одного эксперимента и микроскопический подход, и спектральный подход, уже было, сколько здесь, пять докладов сделан, один из них, только с нашей группой. Как это работает? Схема на самом деле очень простая. Когда мы измеряем рентгеновский спектр, мы облучаем синхротронным излучением и меряем интенсивность выходящих частиц. В зависимости от физики эксперимента, это могут быть электроны, это могут быть фотоны, там стоит детектор, он меряет интенсивность. В каких-то относительных единицах в абсолютных сейчас это делается очень редко. И вот он, этот спектр, это спектр никеля металлического. Помните, я показывал вот эти вот частички, которые интегрированы в матрицу. Значит, когда мы на выходящих частицах вместо детектора ставим чувствительную пластину и колонну микроскопа, то мы можем формировать картинку из этих частиц. Нам лишь нужно интенсивно возбудить этот спектр, получить много частиц, чтобы у нас не было шумного сигнала, а чтобы этот сигнал отличался от шума, чтобы мы могли выделить полезный сигнал. Для этого нужны очень чувствительные пластины с одной стороны, хороший микроскоп и очень высокоинтенсивное излучение с другой стороны. Потому что, когда мы приближаемся к некой спектральной характеристике, у нас картинка становится четкой. И мы можем увидеть, где есть никеля, где нет, где есть некий переходной слой и как этот слой взаимодействует с окружающей средой. А набирая вот такой набор картинок, один спектр занимает гигабайт примерно по размеру. Потому что, если мы делаем для одного спектра 249 измерений, каждая из картинок имеет соответствующий объем, и анализируя этот стек интегрально, мы можем сформировать картинку чувствительную и химическую. Если мы работаем на спектре никеля, мы показываем, где он есть, а где он нет. В отличие от электронного микроскопа, который нам позволяет дать всю информацию вне зависимости от химической природы. Если же мы хотим взять какую-то часть этой картинки и проанализировать, прошить фактически этот набор картинок, мы получим спектральную характеристику для заданной области вплоть до одного пикселя. А если у нас поле зрения микроскопа составляет несколько микрон, то один пиксель будет составлять нанометр. И мы с точностью до нанометра можем получить информацию рентгеноспектральную, то есть информацию об атомном строении и об электронном спектре. Очень точно. К сожалению, таких установок, то есть если самих синхотронов около 40, то таких установок несколько, 2-3 десятка, наверное, всего лишь находятся в мире. Мы имеем счастье пользоваться такой установкой. Вот как это выглядит. Если мы возьмем эти картинки и такой фильм нарежем, как все это будет меняться при изменении энергии синхотронного излучения. Когда мы задеваем в данном случае оксид кремния, его пики, мы начинаем видеть этот оксид кремния на поверхности. Но картинка, по всей видимости, застряла. А сейчас она заработала снова. И эти частички проявились. Вот они на поверхности. К сожалению, не очень хорошо видно, но я думаю, что вполне. А итог вот такой. И мы можем диагностировать каждую, это пустые пока опоры, до того, как мы туда нанесли никель. Мы можем увидеть, что они есть, у них есть резкая граница, нет нажатого на листах каких-то и ничего не размывается на поверхности. И что представляет собой каждая такая опора, то есть пустота, куда мы могли бы этот никель отправить или посадить. Таких исследований было очень много. Я привожу вот тут большую часть вот этого доклада, который мы показывали на международной конференции. А теперь обратите внимание вот еще на эту картиночку. Ну сейчас, ладно, мы к ней придем. Давайте подключить местами. Глядя на распределение частиц, мы можем посмотреть и вне массива частиц, и внутри, и на границе раздела. Посмотреть, как они меняются. Построить вот такую зависимость и изучить границу раздела между отдельно взятой частиц. можно дальше. А вот сейчас мы возвращаемся сюда. Значит, вот эта картинка микроскопическая. Каждая из этих областей порядка 100 нанометров, из которой мы можем взять спектр. А вот это такая красно-синяя картинка. Учитывая поляризацию исходного спектра, мы можем сориентироваться на магнитные свойства, когда у нас идет ориентация спина. Спин вверх или спин вниз, в зависимости от того, как магнитный материал распределен внутри себя. Красные области это ориентация спина в одну сторону, синие в другую. Мы можем изучить магнитные свойства в применении и в наномасштабе в данном конкретном материале. Что мы собственно и сделали, таких экспериментов, ну по крайней мере мне аналогов неизвестно на текущий момент. Мы в рамках каждого отдельного столбика никеля, значит вот это все три микрона, соответственно вот эта частичка она несколько сотен нанометров, и мы видим, что почти каждая частица, а на самом деле каждая состоит из двух доменов по-разному с разориентированными спинами. Очень похоже на эмблему компании Пепсикова, не знаю, насколько это может быть рекламой, но тем не менее, я думаю, это мне простительно. Также можно отследить, как вот здесь приведена петля гистерейсиса, и как эта структура отслеживает внешнее магнитное поле, приложенное к наночастицам. Я напоминаю, что каждая частичка порядка нескольких сотен нанометров по размеру. Предпоследний пример, опять-таки кремний, это уже получено вне установок мегакласса в лаборатории на хорошем микроскопе, это нитки кремния, такой нитевидный кремний, сделанный нашими немецкими партнерами, который очень хорошо проработан. Технологии кремния, будучи основным материалом для электроники, очень хорошо известны. Известно, как с ними работать, как формировать различные объекты, в том числе и нанообъекты, и свойства их достаточно хорошо известны. Однако же, помимо свойств кремния самого как такового, мы можем в рамках известных и достаточно простых технологий получать объекты в нано-масштабе с очень развитой поверхностью и дальше ее функционализировать. А теперь вспоминаем оксиды олова, о которых я говорил, и об их газовых сенсорах. Если покрыть очень развитую поверхность маленькими нано-кристальчиками олова, они здесь в принципе видны немножечко, то мы можем на полупроводниковом кремнии получить очень с развитой поверхностью газочувствительный слой олова и дальше использовать эти свойства в различных технологических решениях. Вопрос у наших немецких партнеров был лишь в том, что когда они применяют эту технологию, а что представляет собой это олова? Как атомы олова расположены внутри, в том числе и на нано-масштабе? Такая прям очень сложная картинка большая. Вот при помощи этого микроскопа мы взяли часть поверхности не покрытую оловом и часть внизу, когда мы убрали эти нитки, то есть переходной слои, и часть самих ниток и показали равномерность покрытия оловом с точки зрения химического состава и фазового состава с точки зрения структуры. Показали стабильность этого объекта с погружением в поверхность от поверхности к объему вот отсюда вот в эту часть. И последний пример такого наиболее на мой взгляд интересного направления исследований, которое мы сейчас реализуем при помощи установок мегакласса, это так называемые гибридные технологии, когда мы берем органическую молекулу природного происхождения. И эта молекула очень маленькая, здесь приведена ее трехмерная структура и размеры схематические. Диаметр самой молекулы составляет порядка 10 нанометров. но природная функция этой молекулы состоит в том, что токсичный для живого организма двухвалентный оксид железа, двухвалентный ион железа, прошу прощения, через поры эта молекула аккумулирует внутри себя, внутри вот этого шарика, превращая в трехвалентный оксид железа, трехвалентный железо, которое нетоксично для организма. И помимо прочих-прочих применений, здесь вот приведены эти применения в большом количестве, такие объекты называются ферритинами, они могут быть получены разными способами. В конце концов мы имеем природный контейнер, который позволяет получать частицы фиксированного размера, очень точно, одного и того же размера, в одном и том же диапазоне, одних и тех же свойств внутренних структурных неорганических частиц при помощи технологий природного подобия, а на самом деле при помощи природных технологий, потому что сама природа формирует эти органические молекулы. Вот как они выглядят. Значит, это изображение получено уже при помощи набора мегаустановок в научно-исследовательском центре Курчатовский институт, с которым мы сотрудничаем, на криогенном просвечивающем электронном микроскопе титан, очень высокого разрешения. Что такое органический объект? Это обмен энергии между молекулами, это живая система, которая постоянно меняется, которая живет. Для того, чтобы изучить ее состояние, нам ее нужно зафиксировать практически каким-то образом, вот этот обмен энергетический, если мы говорим с физической точки зрения, или обмен изменения во времени химического состава, зафиксировать. как это можно сделать? Если очень быстро органический материал заморозит до температур, когда этот обмен перестает работать, то есть фактически сделать фотографию этой системы. Для этого применяются криогенные условия, и молекулы этого материала были мгновенно помещены в температуру жидкого азота и нанесены на специальную сетку, вот она, эта сеточка, а вот эти вот кружочки маленькие, это молекулы, вот эти пустые молекулы, пока что без наночастиц железа внутри, распределенные по поверхности, так они выглядят вблизи, масштаб 50 на 1 метр, и каждая из этих молекул внутри своей полости может накопить неорганическую частицу. И если мы научимся, и мы уже умеем делать их заданными свойствами, стабильными свойствами, мы имеем фактически в некотором роде природный нанореактор, который позволяет формировать идентичные по размеру и составу наночастицы неорганических материалов. Далее, при помощи другого просвечивающего микроскопа, здесь у нас в университете, мы проверили этот факт, и действительно вот эти темные точечки размером порядка 5-6 нанометров с хорошей статистикой и с хорошей воспроизводимостью формы позволяют нам говорить о том, что эти молекулы работают, и аккумулируют внутри своих полостей оксид железа. А далее, уже при помощи синхротронной установки, мы впервые показали тот факт, что состав частиц, получаемых таким образом, в рамках вот этого гибридного подхода, он очень сложный. И то, что на самом деле в ядре присутствуют не только частицы трехвалентного железа, но еще и остаточные частицы двухвалентного железа. И это на настоящий момент мы находимся только в начале таких длительных исследований, и что особенно приятная часть из этих исследований мы можем и делаем, и будем делать у нас на установке Мегасайенс Курчатовского института на синхротронном центре, который работает и очень даже весьма себе успешно. Ну а в конце значит наша группа Воронежского университета. Я думаю, что достаточно, наверное, не буду я тратить ваше время, если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И сколько я понимаю, в новой спирте сейчас строится новый синхротрон, планируется, и вопрос, в чем преимущество вообще новых поколений по сравнению с предыдущими? Можно чуть-чуть подробно, пожалуйста. Хорошо. А в чем преимущество новых поколений по сравнению с предыдущими? Почему закрыли второго поколения, например? Ну, вопрос ваш очень так это разнообразен, быстрого ответа я боюсь дать не смогу. Значит, в Новосибирске работает синхротронный источник, и там проводятся эксперименты, и очень хорошие. И научные группы, которые там работают, наши коллеги, они очень успешно выполняют те или иные научные исследования. Однако же прогресс не стоит на месте, нужно улучшать и приборную базу, возможности эксперимента, расширять их, делать их более точными и прецизионными, высокоточными. И строительство синхротронного центра в Новосибирске направлено именно на это. И очень хочется верить в то, что это все действительно получится. И количество экспериментов и класс экспериментов с точки зрения разрешения, с точки зрения их точности, которые можно проводить у нас в России, и для этого не нужно ехать в Европу, в Азию, где достаточное количество синхротронных центров, перечень вот такого рода экспериментов будет гораздо шире с открытием вот этих двух синхротронных центров, потому что еще один последнего поколения будет строиться в Московской области. И на это как бы направляются очень большие усилия на сегодняшний день. Что же касается того, почему они закрываются, ну тут, наверное, вопрос не ко мне. Не знаем ответа на этот вопрос. На мой взгляд, научный центр в США, на котором мы работали, функционировал достаточно успешно. Ну, тут все зависит от очень многих фактов, которых нет. Я хотел уточнить насчет принципа действия. То есть, выделение излучения происходит при изменении траектории электронов. А когда у нас они разгоняются в малом кольце, они же там постоянно как бы меняются траектории, то есть, они ускоренно летят. Куда это излучение там двигается? Нет, в принципе, тот же самый. Малое кольцо необходимо для того, чтобы после того, как мы разгоняем электроны в линейном ускорителе и запускаем их уже на кольцевой ускоритель, нам нужно от начальной энергии и начальной скорости этих частиц, которая не столь высока, ну, грубо говоря, если дословно раскрутить их до нужной энергии, такой, чтобы эти частицы достигли скорости близких к скорости света и дальше уже вводить их в основное кольцо. А в основном кольце, как вы правильно сказали, при включении магнитного поля происходит смена траектории, смена этой траектории сопровождается потерей энергии. и потеря энергии выделяется в виде излучения, которое используется. Ну да, но вот когда в малом кольце, то есть они тоже, они летят по кругу, у них постоянно, то есть происходит смена траектории и орденомейной, то есть там тоже должно излучение выделяться? Да, но оно меньше энергии и не столь эффективно. Ясно. Спасибо. Ну, получается, возвращаясь еще к первому, второму, третьему поколению, ну, я как понимаю, там дело в масштабности еще производства, да, основное все-таки отличие. Почему, зачем закрывать? Одно тогда вопрос, почему нельзя усовершенствовать второго поколения, зачем его закрывать, если можно усовершенствовать его? И сразу еще такой вопрос насчет длины связи. Вы, точнее, длины, а энергии связи. Энергия связи, вот вы сказали, это величина, которая позволяет нам однозначно сказать, какое, с каким веществом мы имеем вещь, имеем дело, но это имеется в виду по молекулярному составу или мы можем говорить и про стереохимические свойства, то есть пространственную структуру вещества. Мы можем полностью описать его свойства, чтобы имеется в виду, чтобы это вещество, насколько это, ну, этот метод анализа используется сейчас в химии, ну, например, что функциональные материалы, это же могут быть и полимеры различные с разными пространственными структурами и как это применяется. И третий вопрос будет у нас сейчас, насколько у нас много все-таки этих источников уже готовых, только вот Курчатовском институте сейчас функционирующий у нас. И почему мы, ну, мы вот сотрудничаем с Европой, и есть ли у нас автономные именно наши, как бы, лаборатории с синхротронными источниками. Ну, все. Хорошо, я постараюсь не забыть все три вопроса, чтобы последовательно на них ответить. Каждый из вопросов, ну, в общем-то, это может быть целое отдельно взятое повествование. Давайте по порядку. Что касается поколений, это тот момент, который я действительно пропустил, пока вам все это дело пытался уложить в один час, так, скажем, научно-популярно. Все дело в интенсивности. Ну, вот мы на этом слайде остановимся. Пока что. Все дело в интенсивности. Значит, если мы интенсивность излучения, как того инструмента, при помощи которого мы получаем спектральную характеристику, если мы интенсивность оцениваем как количество выделяемых фотонов, единицу времени, ну, наверное, проходящих через единицу площади, давайте так делать, то в случае лабораторного источника, если мы сопоставляем лабораторный источник и синхротронный источник, допустим, второго поколения с поворотным магнитом, то же самое, что и первого поколения, только тут дело в предназначении, то отличие в интенсивности излучения или в светимости, в яркости, это немножко разные вещи, но смысл в данном случае будет сохраняться. Отличие в количестве фотонов, которые мы можем получить, во-первых, интенсивно, и количеств, и отличие здесь будет, ну, наверное, на 6-7 порядков в миллион раз. Это первое. Если мы берем лабораторный источник, если мы берем синхротронный источник, допустим, второго поколения. Ну, помимо всего этого, если мы сопоставляем, опять-таки, начну вот с лабораторного источника и с поворотного магнита, отличие состоит также в том, что в случае рентгеновской трубки, которая нам дает рентгеновское излучение, или в случае, допустим, газоразрядной лампы, которая нам даст ультрафиолетовое излучение на границе рентгеновской и ультрафиолетовой области, это излучение будет в среде распространяться во все стороны. Нам его нужно каллимировать, то есть на пути этого излучения нужно ставить щель, а не одну щель, а на самом деле систему щелей, и загонять его, ну, в кавычках, конечно, загонять его, чтобы довести его до образца. Но это называется каллимацией. Но каллимация излучения, получение каллимированного излучения, конечно же, когда мы ставим вот эти щели, ведет к тому, что количество фотонов у нас еще сильнее уменьшается. Синхротронное излучение, как с поворотного магнита, если мы берем второе поколение, так и от вставного устройства, принцип физической генерации этого излучения состоит в том, что оно само по себе изначально каллимировано. Нам не нужно много терять на фокусировке или каллимации излучения. И точно такая же разница существует между вторым и третьим поколением в интенсивности. Есть такой параметр, по-английски называется флакс, то есть количество фотонов единицу времени на единицу площади. Значит, 10 в 11 степени фотонов мы имеем на поворотном магнете. 10 в 18 степени мы будем иметь на вставном устройстве. Больше фотонов. Больше фотонов и мы можем получить лучше картинку. Вспомните спектромикроскопические изображения, я перелистал вот эти. В данном случае вот он, фотон, который попадает на вот этот вот образец, вот летит фотон, и он попадает в колонну микроскопа. Когда у нас этих фотонов мало на поворотном магните, у нас будет этот процесс существовать, фотоны будут приходить к поверхности, вызывать выход электронов, фотоэлектронов, вторичных, ажиэлектронов, но их будет настолько мало, что мы не сможем их эффективно скомпоновать в колонне микроскопа и сделать, получить вот такую картинку. Микроскопическую этих фотонов будет слишком мало. Спектральную характеристику мы получим, но картинку нет. Все вот эти данные получены на вставном устройстве, на андуляторном канале. То есть, когда мы синхронное излучение генерируем при помощи вставного устройства. Принцип действия очень простой. В поворотном магните у вас искривление траектории происходит один раз. Вставное устройство состоит из чередующихся магнитов друг за дружкой, очень компактно расположенных в пространстве. И электроны, сгусток электронов, проходя через вставное устройство, многократно испытывает изменения в траектории. И, соответственно, происходит многократное излучение, очень интенсивное, в диапазоне синхронного излучения, в том числе и рентгеновского. Больше фотонов в итоге. Разница между вторым и третьим поколением также. Ну, во-первых, это исторически, потому что получить такие устройства, рассчитать их для того, чтобы они эффективно работали, это не так просто. И технологические, и технические подходы, они совершенствуются. Когда в 80-х годах, в общем-то, все это дело начиналось, далеко не везде и не всегда могли применяться вставные устройства. Более того, есть даже переходные кольца. Вот американский этот синхротрон, SRC, допустим, он вообще-то относился к поколению 2+, потому что изначально он проектировался для работы с поворотными магнитами, но впоследствии туда еще было, там было применено четыре вставных устройства, четыре андулятора. Усовершенствовали, да, именно так. Дальше, какой у вас был следующий вопрос? Это про второе и третье поколения. Да, следующий вопрос это про энергосвязи. По энергии связи. Вот смотрите, по энергии связи. Презентация достаточно большая, много листать, но я постараюсь это сделать быстро. все зависит от того, какой метод вы применяете. Если вам нужно точно определить энергию связи, существует метод, я не стал на нем подробно останавливаться, учитывая эту ширину охвата. Есть такой метод, который называется методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Из-за рентгеновской фотоэффекта, из-за метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, из-за различного его применения было присуждено три Нобелевские премии. Профессор Зигман, старший, профессор Зигман, младший, и, если я не ошибаюсь, их последователи, вот эти три Нобелевские премии получили. А еще этот метод называется ЭСХА по-английски Электронная спектроскопия для химического анализа. По-русски он называется ЭСХА, Электронная спектроскопия для химического анализа. Потому что этот метод позволяет получить прямую и очень точную информацию о численном значении энергии связи. На практике это означает вот что. Когда вы получаете фотоэлектронный спектр без высокого разрешения, у вас тот или иной островный уровень дает вам вот этот вот пик. Вот, допустим, 3D уровень олова. Это узкий пик, вот в широком диапазоне. Дальше, если вы снимаете его отдельно, вы видите, что он непростой. Он состоит, допустим, из двух дублетов. Или из одного дублета. Из двух компонентов. Каждая из этих компонентов соответствует той или иной химической связи. В данном случае, в данном случае, давайте вот здесь посмотрим, или вот здесь. Это означает, что у вас атомы олова в изучаемом слое находятся в двух химических состояниях. Если мне не изменяет память, какой-нибудь характернее найдем. Вот здесь это будет очень хорошо показано. Вот здесь их три. Вот у нас плечо. Это однозначно одно значение. Это разложение в линии. Но если здесь это, допустим, для меня специалистов будет не очевидно, но здесь-то у нас их точно две компоненты. Вот эта компонента, это диоксидового станом А2. Вот эта компонента с энергией связи 480. Это боно-отличный станом А2. Отличная электронность. Если снимать с высоким разрешением, мы экспериментально вот это показываем. А вот это, это металлическая атома. Если мы берем в качестве энергии квантов, кванты с разными энергиями, в данном случае в Берлине мы работали на 800 электронвольт, а в Японии на 8000 электронвольт, то вот этот спектр очень чувствителен к поверхности. Это 2 нанометра от поверхности глубина зондирования. И для порошка станом А2, и он по паспорту был станом А2, это коммерчески доступный, купленный, фирменный, паспортизованный порошок, состоящий из частичек. Мы видим, что вроде как есть вот эта плечика здесь. Есть какая-то энергия, но подтвердить надо. А по факту мы покупаем станом А, меряем высокоточный рентгеновский спектр на мегаустановке, а видим, что энергия связи у нас станом А2. Порошок станом А2 белый, в силу своего электронного и атомного строения. Порошок станом А2 черный. И этот порошок действительно черный. И опять-таки мы возвращаемся к этому порошку, измеряем и видим, что все равно станом А2. А вот если мы возьмем энергии несколько больше и проникнем глубже в каждую частичку, вот тут мы видим, что у нас и станом А тоже присутствует, вот эта же энергия 486, но здесь в пределах ошибки эксперимента 486,1. То есть порошок этот, на самом деле, хранившийся в лабораторных условиях, приобрел структуру ядро оболочка. Оболочка доокислилась, потому что станом А нестабильный материал с точки зрения химического нахождения в природе. И поверхность частички доокислилась до станом А2. А вот ядро, оно осталось станом А2. И я могу дальше объяснить, откуда тут еще и металлического улова взялось, но не будем на это тратить время. Вот как это работает. Но данный метод, данный метод в силу тех физических процессов, которые приводят к чувствительности, к химическим свойствам, не является чувствительным к структуре. По крайней мере, при спектроскопии островных уровней. А 3D-уровень улова является островным. И дополнением к этому методу, хотя кто кому является дополнением, это большой вопрос, является метод спектроскопии поглощения. Я о нем сказал в начале, так чуть-чуть бегло. А вот метод спектроскопии поглощения, вот он, край поглощения, его тонкая структура, вот этот метод уже чувствителен к локальному окружению атомов заданных. Есть ли порядок в этом окружении? Или есть беспорядок? Применяя два этих метода в совокупности, мы можем смотреть и упорядочение в атомном расположении, и специфику этого упорядочения, насколько велика степень разупорядочения или аморфизации. А от этого зависят электронные свойства, и атомные, и физические, и химические свойства. Применяя второй метод, мы можем дать представление о составе, химическом составе. То есть, применяя два метода, мы получаем результаты и о фазовом составе, и о химическом, и структурном. Примерно вот так. Причем с большой чувствительностью к поверхности. Третий вопрос. Вопрос в принципе. Все-таки сколько у нас... И только в Курчатовском институте сейчас? Как я уже сказал, на текущий момент накопительное кольцо, или синхротронное источник, или синхротронное кольцо, есть малое и большое кольцо, они работают в рамках единого комплекса в Курчатовском институте, и есть синхротронное кольцо, которое находится в Новосибирске. А вот в настоящий момент, в стадии обсуждения и уже реализации, и обсуждения уже конкретных каких-то составных частей, ну, давайте скажем так, тактико-технических характеристик новых ускорителей, вот сейчас это находится в стадии уже обсуждения и принятия решения. По-моему, ну, вот конкретно я затрудняюсь сейчас вам сказать, потому что очень большое сообщество ученых принимает участие в этом процессе, потому что физика ускорителей – это одна отдельная большая-большая-большая наука. Но применять их нужно тоже целенаправленно, и все это должно как-то работать в помощь ученым. Насколько я понимаю и насколько я знаю, и насколько мне известно, значит, под Москвой, по крайней мере, это будет синхротронный источник последнего поколения с перспективой развития большой, вот такой, современного мирового класса. Хотя, на самом деле, те эксперименты, которые сейчас в силу специфики кольца в Курчатовском институте, они, в общем-то, столь же мирового класса, и мы измерения очень многие проводим там, которые по своему качеству разрешающей способности, точности и так далее, не отличаются от аналогичных исследований, которые мы могли бы проводить в Европе и в Азии там, или где-то еще за границей. В зависимости от той области, потому что рентгеновская область широка, как мы с вами видели, в той области, в которой мы работаем, мы полностью, в общем-то, можем эффективно работать в Курчатовском центре. Здесь ситуация состоит в другом, на мой взгляд. Ситуация состоит в том, что научных групп, исследовательских групп, которым нужно проводить измерения для решения тех или иных задач, связанных с технологией, с наукой, с техникой, с чем угодно, этих научных групп не только в России, но и в целом в мире существенно больше, чем наличие соответствующего оборудования. И здесь уже неважно, в России, во Франции, в Германии, в Корее или где бы то ни было. Поэтому время на такого рода установках, и вот это есть именно та самая специфика установок мегакласса, о которых мы говорим, масштабность. Вот это время, которое выделяется научным группам, и это такая вот международная практика, которая и была, и продолжается в настоящий момент. Это время выделяется группам из университетов, академических вузов, то есть тем, кто занимается научными исследованиями. Оно выделяется бесплатно. Групп много. И все это делается на конкурсной основе. Для того, чтобы получить одну неделю для эксперимента на Сенхротроне, нужно написать научный проект. Обосновать зачем, обосновать что, написать, какого плана результата вы получите, и так далее. Более того, чтобы несколько глубже это охарактеризовать, я могу отметить тот факт, и это известный факт, что организации, занимающиеся уже коммерческой деятельностью, производители, причем большие, с мировым именем, они также заинтересованы в использовании подобного рода установок. Вот в случае совсем уж прям прикладных исследований, когда это нужно для организации, ну, они либо делают какую-то свою инфраструктуру в рамках установок мегакласса, используют для своих задач, либо они работают там же, где и ученые, но в этом случае один час работы стоит несколько сотен евро. Один час работы. И я могу вам сказать, что, допустим, для проведения хорошего эффективного эксперимента, результативного, для того, чтобы получить хороший, достоверный результат, который проверен, воспроизводим, повторен, в котором хотя бы ученый должен быть уверен в том, что он все сделал правильно, далеко не всегда достаточно одной недели. А час работы – несколько сотен евро. Примерно так. Вам спасибо, что позвали. Спасибо за субтитры Алексею Л